В эфире программа «Актуальное интервью» в студии Ольга Руслова. Здравствуйте! Проблемы жителей отдаленных населенных пунктов. На какую помощь они могут рассчитывать и насколько она эффективна? Об этом и другом мы поговорим с председателем постоянной комиссии по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Александром Чурсановым. Здравствуйте, Александр Павлович! Здравствуйте, Ольга! Александр Павлович, 4 июня в Великом Новгороде состоялась 59-я конференция Парламентской ассоциации Северо-Запада России. Вы принимали в ней участие. Расскажите, пожалуйста, сколько вопросов, какие вопросы рассматривались, что там происходило? Ну, действительно, на конференции было рассмотрено очень много важных вопросов, важных с точки зрения парламентария Северо-Запада. Всего рассмотрели мы 41 вопрос. Ну и конкретно от собрания депутатов НИИСКО автономного округа было 3 вопроса. Мною была представлена инициатива собрания депутатов, которая позволила бы быть более доступным бензину для жителей сельских населенных пунктов. Если немножко отойти в историю вопроса, то в 2013 году летом были приняты поправки в федеральном законодательстве, которые, в общем-то, в дальнейшем изменили порядок субсидирования подоксидных товаров. А именно бензин, так как он является в соответствии со 181 статьей Налогового кодекса, является подоксидным товаром, то с 2013 года мы попросту не смогли его субсидировать. Такой инструмент, как субсидия на доставку топлива в села у региональной власти пропала. Цены на бензин возросли сразу же, имея в виду в селах, туда, где топливо завозят с большой земли. То есть это западное направление, это с Архангельска, ну и, соответственно, восток, это с Коми Республики. Если до 2014 года бензин стоил в селах так же, как он стоит и в городе Наринмаре, то в дальнейшем, в 2015 году он стоил уже 70 рублей, а если говорить о 2020 году, то он стоил в некоторых населенных пунктах по 120 рублей за литр, или его там продают в бочках 26 тысяч рублей за бочку. Соответственно, нами был разработан проект федерального закона о внесении изменений в пункт 1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, который позволил бы субсидировать затраты поставщикам бензина в труднодоступные сельские населенные пункты, районов Крайнего Севера и приравненных к нему местностях. Поэтапно мы этот вопрос проработали, сначала направили запросы в северные регионы, то есть мы получили ответы из Красноярского края, республики Саха-Якутия, Ямало-Ненецкого автономного округа, ну и, конечно, это наш северо-запад от Коми Республики и до Калининграда. Наиболее такой развернутый ответ и схожие проблемы это республика Саха-Якутия, то есть во время северного завоза, это те топливные компании, которые снабжают людей бензином, кроме этого, конечно же, они завозят там и дизельное топливо, мазуты для отопления. Они несут очень большие финансовые издержки, ввиду того, что у нас все-таки северный завоз, это ограниченное время завоза грузов, очень сложные транспортные схемы, отсутствие нормальной логистики, это очень-очень дорогое удовольствие. Да, если сказать по нашему округу, то на северный завоз северный комсервис тратит более 1 миллиарда рублей ежегодно, да, то есть и в рамках этого завоза люди покупают бензин, людям доставляют дрова, доставляют уголь, доставляют жидкое топливо и мазуты для теплооснабжающих, электроснабжающих организаций, но это северный комсервис. Но необходимо сказать, что я разговаривал с главой муниципальных образований, я общаюсь постоянно с жителями наших сельско-населенных пунктов, бензина у северного комсервиса на сегодняшний день берут очень мало людей. Причина какая? Откуда они берут бензин? Западное направление, западный куст, так скажем, от Пеши до Шойны, они возят этот бензин из Мизени, Архангельская область, ну и восток, это, соответственно, Инта, Воркута, Харьяга, ну, то есть люди сами себя обеспечивают на сегодняшний день бензином. Но мы понимаем, да, допустим, если из Нисси до Мизени доехать, это 100 километров в одну сторону, и 100 километров в другую сторону, 200 километров надо потратить, то, допустим, там с Пеши это уже порядка 300 километров. И необходимо отметить, что все-таки вот внедорожная снегоходная техника, ну, расход топлива у них гораздо больше, чем у больших внедорожников, которые у нас в городе ездят. Вот, и люди вынуждены тратить свое время, они вынуждены тратить так же топливо, чтобы привезти это топливо, продукты питания, конечно же, они везут с собой, но я считаю, что они находятся, мягко говоря, в неравных условиях. Вот представьте себе, вы с утра садитесь за руль вашего автомобиля, приезжаете на заправку в городе, и вам говорят, что 92-й бензин стоит 120 рублей за литр. Ну, он сейчас не 120, там где-то 100 рублей, 110, 90 рублей, но все равно это в два раза больше, чем в городе. Причем мы понимаем, что цена-то складывается, исходя из конкурсных процедур, предусмотренных 44-м федеральным законом. То есть это три поставщика, это средняя цена за единицу, да, там, допустим, за тонну. Поэтому, конечно, мы прорабатывали этот вопрос, затем мы подготовили инициативу. Инициатива была изначально рассмотрена на профильном комитете парламентской ассоциации Северо-Запада России, которая состоялась у нас совсем недавно, в апреле, в режиме видеоконференц-связи. Также коллеги-депутаты Северо-Запада поддержали ее единогласно, ну и, соответственно, 4-го числа она была рассмотрена на конференции. Также коллеги единогласно эту инициативу поддержали. Было принято решение направить ее далее в Совет законодателей при Федеральном собрании Российской Федерации. И рекомендовано собрание депутатов, соответственно, данную инициативу направить в Государственную Думу Российской Федерации для дальнейшего рассмотрения. Вопрос этот мы рассмотрим 1 июля текущего года на сессии. Соответственно, после этого, в случае, если парламентарий в собрании депутатов ее поддержит, мы ее направляем в Государственную Думу Российской Федерации для рассмотрения. Необходимо отметить, что все-таки мы в данном проекте не просим федерального финансирования. Данный вопрос мы предлагаем решать за счет средств региональных бюджетов. Я не думаю, что это потребуется большое количество финансовых средств, так как, в общем-то, села Нижнепечорья, они, как правило, бензин привозят из города, это не так далеко. В основном это будет актуально для трудодоступных сел, именно таких, как Каратайка, Амдерма, Индига, Шойна. Я думаю, что даже в НИСИ, скорее всего, предприниматели, которые привозят бензин, продают из Мизени, они его будут продавать, продолжать. Поэтому я очень надеюсь, что инициатива будет поддержана. Будет положительное заключение правительства Российской Федерации, но это необходимо. И в дальнейшем такие поправки будут внесены. Я знаю, что люди на селе этого очень ждут. Если говорить еще о вопросах, которые обсуждались, которые актуальны для Ненинского округа, что это были за вопросы? На конференции актуальный вопрос, который Александр Ильич озвучивал, это по поводу резидентов арктической зоны. То есть мы говорим о потребкооперации, которые могли бы получать преференции налоговые. Кроме этого, был вопрос Архангельской области по поводу новых правил охоты. Это тоже крайне актуальный вопрос для нас. Это вопрос такой резонансный, так скажем. Весной, когда появились новые правила, проект новых правил, который на сегодняшний день в себя включает запрет полностью охоты на островах, запрет охоты в 15-километровой прибрежной зоне, где у нас проживает на сегодняшний день большинство жителей сельских населенных пунктов. Вы представляете, если они останутся без охоты, то есть это не какое-то спортивное развлечение, а это уклад жизни, который складывался десятками лет. Это и продукты питания, которые люди заготавливают. Этот вопрос также обсуждался на площадке парламентской ассоциации. Очень много вопросов коллеги с Вологодской думы представили по поводу образования, по поводу прививок детей. Такая прививка, чтобы она в календаре была в ВПЧ, вирус поприломных человека. Это серьезный тоже вопрос. Все вопросы, которые обсуждались, они в той или иной мере очень болезненны в регионах. Федеральные законы направлены на все территории Российской Федерации, на все субъекты. Здесь у каждого субъекта свои проблемы. Они их представляют, они их обосновывают, они о них рассказывают. И все вопросы были поддержаны. Были по некоторым не споры, а просто вопрос, ответ задавали, спрашивали, интересовались. Но они были все поддержаны единогласно. Вообще эта площадка, я считаю, для того, чтобы вопрос не то чтобы обострить, а показать проблематику. Начать работать именно с регионами Северо-Запада, чтобы они поддержали вашу идею, ваш проект. И затем уже поддержанный проект, он уже попадает в Госдуму. И все-таки законодатели в Государственной Думе, они видят, что действительно проблема актуальна. Необходимо пояснительную записку, кроме этого, очень четко прописать, обоснование, суть проблемы. Чтобы это не было как-то так вот размыто, чтобы было четко, понятно и конкретно. Ну и я думаю, что в дальнейшем мы свои инициативы, свои проблемные вопросы также будем решать через именно парламентскую ассоциацию, пользуясь этим инструментом. Совсем недавно мы также продвигали свою инициативу по твердым коммунальным отходам. Это тоже очень такая, как бы, на сегодняшний день актуальная проблема для нашего региона. И, ну, та инициатива не прошла. Почему? Ну, все-таки те изменения, которые мы инициировали, которые мы хотели, чтобы появились в 89-м федеральном законе, это закон об отходах производства и потребления, они очень тесно пересекаются с темой экологии. А тема экологии, она сегодня весьма актуальна, она также очень острая проблема, да, не только в России. Но мы во всем мире. И у нас есть соглашения, да, которые и со странами Европы, да, и не только в этой части заключены. И поэтому и наше законодательство тоже, оно как бы от этого тоже зависит, от этих соглашений, договоренностей. Мы предлагали, чтобы мусор, вернее, твердые коммунальные отходы вывозили с территории доступных сельских населенных пунктов не раз в 11 месяцев, а раз в 3 года. Значит, первое, в обосновании мы говорили то, что с учетом коротких сроков навигации раз в 11 месяцев региональный оператор вывозить с территории твердые коммунальные отходы, накопившиеся, он не сможет. По объективным причинам. Потому что у нас навигация, это, как правило, июнь, июль, август, сентябрь месяц, ну, возможно, октябрь. Ну, вот и представьте, если вы вывезли мусор, предположим, в сентябре, на следующий год вы должны будете вывезти в августе, затем в июле, в июне, и через 5 лет вам необходимо, точнее, региональному оператору необходимо будет вывозить твердые коммунальные отходы на полигон в мае. Но это нереально, согласитесь. Просто навигация будет закрыта. Соответственно, региональный оператор будет вынужден нарушать, опять же, законодательство об обращении с отходами. Инициатива не прошла, но во втором полугодии текущего года мы будем опять выходить на парламентскую ассоциацию с инициативой, которая предполагает возможность для северных регионов, имеющих труднодоступные сельские населенные пункты, опять же, региональным операторам вывозить твердые коммунальные отходы не реже, чем раз в 12 месяцев. Но здесь уже будет цикл. Ну и, в принципе, то, о чем говорит и федеральный законодатель, то, о чем говорит правительство, профильное министерство, необходимо все-таки более детально обратить внимание на переработку и утилизацию мусора на местах. Но это все равно будет дорого, его вывозить из сел в город Наринмар. Ну, представьте, из Неси мусор в бигбэгах, в больших сумках, так скажем, вывозить в город Наринмар. То есть, его нужно будет собрать в Неси, загрузить на, не знаю, там, на боржу, привезти его в Наринмар, разгрузить, вывезти на полигон, там утилизировать. Но это в год, сейчас я вам скажу, на компенсацию недополученных доходов у нас заложена субсидия 114 миллионов рублей. Это только на мусор. Это те деньги, которые мы можем пустить на образование, здравоохранение, на социальную сферу, на строительство жилья, на строительство коммунальной инфраструктуры. А нам приходится их тратить просто на транспортировку этого мусора. И дешевле он не будет, потому что, ну, это гигантские затраты. Есть опыт северных регионов, которые используют мобильные установки обезвреживания твердых коммунальных отходов на местах. Вот, я говорю, это Саха-Якутия, там, где эта экспериментальная установка в городе Жатая установлена, она работала. Они получили положительное заключение и Роспотребнадзора, и Росприроднадзора по всем показателям, да, то есть там и по выбросам, веществ ядовитых и так далее. Поэтому, наверное, надо все-таки в этом направлении двигаться, смотреть, изучать опыт северных регионов, изучать опыт передовиков в этом направлении. Потому что всю жизнь вывозить мы его попросту не сможем. А как сейчас дела обстоят как раз вот с мусором? Что происходит? Сколько люди платят? Куда они его складируют в селах? Вообще, какова ситуация на сегодняшний день? Ну, необходимо понимать, что у нас две зоны. По данному вопросу, по обращению с отходами, где действуют два региональных оператора. Первая зона – это поселок Красное, рабочий поселок Искателей, город Наринмар и село Тельвиска. И вторая зона – это сельские населенные пункты. Как раз где работает региональным оператором муниципальное предприятие Заполярного района «Север-Желкомсервис». Это самая сложная схема обращения с отходами, самая затратная схема обращения с отходами. Но, опять же, региональный оператор обязан исполнять требования законодательства области обращения с отходами. Так вот, на сегодняшний день в большинстве сел организован сбор мусора от домов. То есть, там либо стоят прицепы, либо подъезжает трактор. Люди этот мусор складируют в эти прицепы. Затем вывозится мусор на площадке временного размещения. То, о чем мы говорили, да. А уже с этих площадок региональный оператор обязан вывезти мусор, отходы твердые коммунальные, не леже, чем раз в 11 месяцев. На сегодняшний день в селах у нас нет эффективных установок, либо систем утилизации твердых коммунальных отходов. Их сегодня нет попросту. Ведь десятками лет эта инфраструктура не создавалась вообще. То есть, люди по старинке, летом на мотоциклах, на квадроциклах, зимой на снегоходах этот мусор просто вывозили, так скажем, на несанкционированные свалки, которые с годами росли, множились. А учитывая, что в современном мире у нас все больше используются пластиковые упаковки, пластиковые бутылки, которые очень и очень долго разлагаются естественным путем, то эти свалки, они просто, ну, последние годы, я не знаю, настолько большие были. Их никто не убирал. Закон-то 89-го, он давно действует, но просто требования жесткие, они стали действовать с 1 января 2020 года. Люди на сегодняшний день, физические лица, они платят не такие большие финансовые средства за эту услугу. То есть, это в среднем 50 рублей с одного человека на селе. Но предпринимательское сообщество, малый и средний бизнес, потребка и операция, колхозы, магазины, образовательные учреждения, учреждения здравоохранения, культуры, они вынуждены платить просто бешеные деньги за эту услугу. И тот норматив, который сегодня утвержден, ну, он достаточно высокий. Поэтому в данном направлении тоже органы исполнительной власти, они работают, они пересматривают. Утверждена территориальная схема обращения с отходами, но вот, которые на сегодняшний день, это все села, за исключением тех населенных пунктов, которые я сказал, они, региональный оператор должен вывозить мусор в город. Но и в городе, ведь у нас ситуация, она не совсем гладкая, да, и те мощности, которые сегодня есть, их нужно увеличивать, для того, чтобы перерабатывать весь этот мусор, который будут сюда привозить. Есть еще мусор, помимо этого, который остался еще с советских времен, от воинских частей, да, и бочки, и металлолом, и так далее, которого тоже необходимо избавляться. Но это уже другая история. А региональный оператор, да, он будет работать, и от этого закона мы никуда не уйдем. Он вряд ли будет как-то смягчен, да, может быть, будут изменяться. Но в любом случае мы должны обеспечивать нормальное обращение, то есть цивилизованное обращение с отходами на местах. Иначе просто мы экологию свою погубим. На сегодняшний день работает все-таки эта реформа хоть где-то, или только люди деньги платят, а как бы реформы по сути нету, все осталось на прежнем уровне свалки. Да, в прошлом году вывозили этот мусор в город Наринмар. Ну, может быть, не в тех огромных объемах, которые он там скопился, но баржи, да, я знаю, что вывозили из Ниссии, вывозили из Шойны по западному направлению. Просто, да, вы представьте, мусор, да, у нас есть северный завоз, когда мы завозим энергоресурсы в села нашего округа, а теперь появился северный вывоз. Вот, если, допустим, даже в Советском Союзе, помните, когда стеклотару принимали, да, люди сдавали, там, школьники, эти бутылки мыли, там, сдавали, не было так много пластика, в основном бумажные упаковки были, и столько мусора не было, то теперь-то его будет очень много. И даже сжигать-то в печках, ну, это тоже опасно. Ведь там все эти вредные вещества, которые выделяются в процессе горения от пластиков, они же потом оседают, на крышах оседают, просто в воздухе. Ну, в воде в той же. Поэтому тут все не так просто, и все-таки этим вопросом нужно именно цивилизованно. И люди должны, наверное, все-таки уже, так скажем, детей своих, да, взрослые люди должны обучать, что должен быть раздельный мусор. Ну, там, остатки продуктов питания, конечно, там, в селах они, там, либо собак кормят, там, животных и так далее. Все то, что необходимо, там, утилизировать, сложить, сдать, да, к тому же региональный оператор есть, он этим занимается. Вот у меня вопрос как раз, а люди-то на селе понимают актуальность этой проблемы? Насколько они, насколько она для них важна, эта проблема, насколько они озабочены этой проблемой сельчане? Безусловно, они крайне обеспокоены тем, что эти свалки растут. Ну, вы представляете, постоянно под боком у вас, да, вот эти вот, не знаю, там, спередящие вот эти кучи. Вот. Заинтересованы, да, были некоторые недопонимания, когда начал работать оператор региональный, начал он эти деньги собирать с людей. Ну, это всегда, как бы, да, когда люди не понимают сначала, каким образом дальше эта схема будет, за что берут с них деньги. Почему, да, то есть, если они, там, собрали буквально куда-то, вывезли на участок земельный, поставили эти пакеты, эти пакеты, там, собаки растаскивают и так далее. Ну, такие вопросы были просто, люди не понимали. Но, когда потом начинаешь рассказывать, что все-таки этот мусор необходимо либо утилизировать на месте и поставить установку, которая будет сжигать этот мусор, да, либо иным способом, там, не знаю, измельчать, перерабатывать, да, но его необходимо будет вывезти. Допустим, в цивилизованных странах Европы тоже, ведь сейчас мы видим, что некоторые даже закупают мусор у соседей, они его перерабатывают, да, тот же пластик, ну, это же вторсырье, из которого потом можно делать, там, и татуарную плитку, и все, что угодно. Но, все-таки в нашей стране, а в особенности в нашем регионе, ну, это только самое-самое-самое начало пути. Именно обращение с твердыми коммунальными отходами. Вот вы часто бываете в селах, да, кроме мусора, что, с какими вопросами подходят к вам жители, что беспокоит, да, если по значимости самые важные вопросы, самые менее значимые? Ну, последние вопросы, которые, последние командировки, когда я был на Западе, люди, которые приходили на личный прием, все-таки первая проблема – это уровень коммунальной инфраструктуры. Первое – это что людей беспокоит, первое – с чем они обращаются, это возможность подключения индивидуальных жилых домов к центральным системам отопления. Данный процесс идет. Во многих селах, поселках людей подключают к центральному отоплению. Люди почувствовали, как это удобно, когда не надо тебе топить печку углем. Постоянно ты с утра должен проснуться, почистить печку от шлака, затопить, накидать угля, бежишь на обед, чтобы она не потухла. Постоянно привязаны к этой печке. Вот как к корове привязаны, да? Они видят, соседа подключили, все, сосед нормально может уехать в командировку, в отпуск, просто съездить на рыбалку, я не знаю, да? И не нужно никого искать, кто подтапливал ту печку или топил, просто за тебя ходил. Это, конечно, вопрос очень важный для людей. Это в НИСИ задавали вопросы, идти в ОМИ, в ПЕШе. Практически везде эти вопросы задают. Вопрос дорогой, подключение. Но, крайне дорогой вопрос. Но вот та программа комплексного развития сельских территорий, федеральная, о которой часто говорим, и многие депутаты, собрания депутатов, да, они погружены в эту тему. Есть рабочая группа совместно с органами исполнительной власти. Эта программа готовится, конечно же, совместно и с департаментом АПК, и с заполярным районом, да, то есть районом, на территории которого расположены эти сельские населенные пункты. Необходимо привлекать федеральные средства, делать проекты, показывать, что, да, могут строить эти тепловые сети. Это обеспечение чистой водой. Вот коммунальная инфраструктура в целом, да, это качество электроэнергии. Тоже вопрос у людей возникает, потому что все-таки вот эти дизель-установки, которые стоят, они тоже ветшают, их нужно обновлять, в них нужно вкладываться. Вот, ну, наверное, все-таки коммунальный комплекс, вот этот, он на первом месте. Затем, конечно, вопросы возникают по специалистам, обеспечению специалистов. Это узкопрофильные специалисты, это медицина, это учителя в школах. Ведь очень мало молодых учителей в школах сегодня. И пройдет, там, десяток, два десятка лет, а кто потом будет учить детей? Когда тот педсостав, который сегодня работает, да, они выйдут на пенсию, а молодежи, там, предметников их не будет просто. А как же эти программы, сельские учители, там же миллион или больше, сколько там предлагается, жилье предлагается, никто не хочет ехать? Нет, но сегодня преференции у медицинских работников в большей степени есть, да, и на региональном уровне, когда мы принимали эти льготы, то для учителей, я считаю, что сегодня все-таки недостаточно, наверное. А вопрос это крайне важный. А почему, им же тоже, по-моему, деньги какие-то там, деньги, жилье, нет? Нет, вообще с жильем на сегодняшний день у нас проблемы в принципе на селе. Потому что даже если есть возможность представить жилье, то его нет благоустроенного, мало очень, его надо строить. То есть мы обсуждали этот вопрос и многоквартирные дома, да, там, 6-12-ти квартирные, в которые этот дом конкретно предназначен для проживания в нем специалистов, иногородних, приезжих. Чтобы можно было привлечь в первую очередь, по крайней мере, заработная плата, да, но ведь условия это проживание, это тоже крайне важно. И тоже, когда вы придете с работы, опять же, вам нужно эту печку топить, там, воду носить. Ну, я думаю, что высококвалифицированный специалист, он в село не поедет, молодой. Ну, зачем он поедет, да, если он сможет устроиться в городе, допустим, в нормальных условиях. Вот, поэтому здесь еще, знаете, какая проблема? Вот я недавно буквально запрос в профильный департамент образования направил по целевым местам для студентов. То есть целевики, раньше ведь эта система очень, ну, часто использовалась и эффективно использовалась. Приезжали специалисты молодые, в том числе на село. А сегодня вот нас, допустим, и в авиаотряде не хватает пилотов, да, но там немножко другая проблема. Учителей, медиков, может быть, необходимо все-таки нам собраться, да, департаментами, всеми заинтересованными. И изучить, да, потребность рынка нашего труда, составить перечень, и чтобы этот перечень профессий, он был доступен для будущих студентов, выпускников. Чтобы родители, вот мне звонили, допустим, спрашивали, там, Александр Павлович, а где мы можем посмотреть на сегодняшний день, какие целевые места в этом году есть для выпускников. Но они же не хотят на село потом возвращаться. Они не хотят, они даже ради целевого места не хотят в село возвращаться. Я думаю, не все не хотят. Есть люди, которые хотели бы приехать и поработать в селе. Вот, но я говорю, опять упирается это все. Это и, а, современная инфраструктура коммунальная, это тепло, вода, электричество, связь, конечно же, интернет. Ну, на сегодняшний день, я думаю, что молодой человек, там, без интернета тоже будет ему сложно, да? Приезжать, мобильная связь, качественная. Это все атрибуты современной жизни человека, без которой, я думаю, ни одного молодого высококлифицированного специалиста мы в сельскую местность не направим, он не поедет туда. Либо это будет постоянная текучка, потому что это действительно тяжелые условия. Вот, в этом направлении надо работать. Кроме этого, вопросы были по пожарной безопасности. Это тоже был очень актуальный вопрос. В этом году было очень, очень много пожаров. Горели строения, горели дома. Вот, кстати, после того, как я вернулся, на комиссии, на профильной мы рассмотрели этот вопрос. Дальше была создана межведомственная рабочая группа, управление гражданской защиты. Создали эту группу, первое заседание состоялось, вот, где обсуждали вопрос увеличения штатной численности отдельных постов пожарной охраны на селах. Кроме этого, обеспечение новым транспортом. Вот, две машины сейчас планируется, передача в муниципальное образование. Один Урал в Нальминнос. И вторая машина, которая по габаритам не в один из боксов, которые сегодня есть в селах, она просто не помещается. Вот тоже проблема, да? Техника есть, восставить некуда. Это тоже вопрос нужно решать комплексно. Поэтому вопросов на селе очень много сегодня, и их необходимо решать. И решить мы их сможем только непосредственно общей работой органов, исполнительных органов законодательной власти. Потому что там, где не получается у исполнительной власти, то мы должны помогать как законодатели инициативами, направляя предложения в органы федеральной власти. Ну и таким образом стараться, чтобы жизнь нашего населения, она была лучше. Я надеюсь, что ваши инициативы будут услышаны. Наша программа подошла к концу. А я напоминаю, что в нашей программе был депутат окружного собрания, председатель комиссии по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Александр Чурсанов. До встречи в эфире. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok